Стартовый номер один. Пабрицуус Виктор. С традиционного знакомства с участниками соревнований и приветственных слов организаторов и судей начали Кубок Сибири и Урала по трековым гонкам. В этом году за главный трофей соревнований соперничали 18 виртуозов зимнего вождения. Несмотря на теплую по сибирским меркам зиму, льда на треке наморожено было как раз столько, сколько и нужно для исполнения спортсменами зрелищных виражей и захватывающих финишей. Лед, поэтому, естественно, это не летняя езда. Здесь управление в заносе, используя брусты. Конечно, это интересней. В каждом заезде, а их было немало, по пять участников. В общем, каждому проехать нужно четыре круга. Кубок Сибири и Урала по трековым гонкам возродили три года назад. Раньше тоже были такие соревнования. Вот только название у них было другое – ипподромные гонки. У нас в Омске вновь начали состязаться на ипподроме зимой на железных конях в 2012-м. В Сибири без таких заездов просто нельзя обойтись. Вот этот вид спорта у нас после 90-го года снова начинает набирать обороты, потому что у нас только 17 гонщиков из Омска. Это очень радует, очень много молодежи, студенты из Сибади. И вот этот автомобильный спорт, он всегда был интересен в Омске. Зрители всегда его любили и всегда с удовольствием ходят на эти соревнования. Более трех часов ушло у судей, чтобы выявить победителей. И этим турниром гонщики открыли зимний сезон. Уже в январе любители быстрой езды вновь сойдутся в борьбе за победные трофеи региональных состязаний. Редактор субтитров А.Семкин